Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы буквально недавно... Прекрасно, наверное, громко сказано. Ну, хорошо, знает. Мне кажется, вы, в общем, были прекрасно знакомы, хорошо знакомы, неважно, вы совсем недавно в эфире у нас говорили, что надо из России уезжать, и что надежды нет. Вот так вы это видите для себя, и видите так давно достаточно. После того, как Алексей Навальный убит, или как-то иначе вы это оцениваете, какие вообще надежды остались? Остались ли какие-либо надежды, на ваш взгляд? Надежды на что? У кого? На демократическое будущее России, на прекрасную Россию будущего, о которой так мечтал, за которую так боролся Навальный. Простите, я не дал бы интервью ни в коем случае, потому что у меня грипп. Я думаю, что после того, как режим так как режим чувствует себя абсолютно безнаказанным, и после этого будет еще более безнаказанно себя чувствовать, наделает экономических ошибок, рухнет как Советский Союз, тогда будет следующий шанс, вероятно, это будет только после смерти Путина, физической смерти Путина. Других шансов я не вижу, с чего бы и почему кто будет менять? Люди запуганные, те, которые были совсем смелые, расстреляны на мосту, отравлены новичком, брошены в кутузку, те, кто не хотели никак с этим режимом иметь дело, уехали. Кто будет менять? Режим тоталитарный, будут стрелять в толпу. Я, к огромному сожалению, совсем недавно в Мюнхене сказал, призывая ФБК к объединению усилий, сказал, что давайте все-таки у нас есть общие вещи какие-то, давайте выскажемся вместе, пока не пришло известия из тюрьм, которые невозможно провернуть уже назад. Простите еще раз, мне прям реально сегодня не очень легко говорить. Это абсолютно понятно. Путин это сделали перед выборами, еще раз демонстративно показав, что Путину можно делать абсолютно все. Ничего, что будет у Урсула фон дер Ляйнин и остальные? Дальше бороться с россиянами, уехавшими, счета блокировать, как они будут консорн выражать? Они будут дальше блокировать россиян, счета, яхты поменьше арестовывать и дома поменьше, чтобы было больше контроля за санкциями. Что они могут? Путин показывает, что вы все, что могли сделать, уже сделали, и это никак нам по большому счету не навредило. Ну, будет летать меньше самолет, ничего, на поезде доедут. Запад показал, что сначала мы там свифт вам отключим, еще что-то, ничего не сделали. Еще когда были северные потоки, когда была Меркель, еще была какая-то управа, и Навального первый раз вытащили, да, не без ее помощи, и Ходорковского, сейчас нет никакой управы, он абсолютно отвязался. И он это демонстрирует. Хотите, вот прямо перед выборами грохнем, и что вы сделаете? Ничего. Вас нет вообще. Вас не существует. Хорошо, а зачем убивать Алексея Навального, если Путин такой могущественный, у него все получилось, никто никак не влияет на ситуацию внутри России. Навальный посадил на 19 лет, Евгений, на 19 лет, ему шили то одно дело, то другое, еще третье, 155-е, переводили чем дальше, тем лучше. Уже за Харпом нет другой колонии дальше, чем Харп, понимаете, за Полярным кругом. Но при этом все-таки это происходит. Я думаю, что перевод в Харп про исчезновение на месяц и арест всех адвокатов, ну, самых зубастых, это была подготовка к убийству просто политического оппонента, потому что слишком много в западной прессе, потому что все еще под его имя, давайте будем предельно честны, получались донаты, на эти донаты можно было содержать команду из нескольких десятков человек и делать расследование. Да, не такие мощные, как дворец Путина, но все-таки очень, очень чувствительные для Путина, включая дочь Путина, недавнее расследование Марии и Леонида. Марии Певчих. Марии Певчих, да, Леонида Волкова, Албурова и прочих господ, моих приятелей из ФБК. Вот, вот, как им еще в Кремле заткнуть эту, вот, самым грубным, грубым образом, вот то, что они и сделали. И, и, если бы они это попытались сделать после выборов, еще была бы какая-то, да, понятно, что до выборов боялись, а это демонстрация, мы ничего не боимся. Вот, захотим сейчас опять, там, Авдеевку завалим трупами и возьмем ее, как бахнут. Захотим, бомбу бросим на, еще на любое количество мирных городов, там, неважно, сколько там помрет мирных жителей, нам все можно, нам все сходит с рук. Вы покупали, покупаете и будете покупать наш нефтегаз и древесину, и наше удобрение, и все, никуда вы не денетесь. Вот это демонстрация чего? Как будто совсем не на что надеяться, убежденный физинист Евгений. А на что? А на что? Что мы можем сделать сейчас? Сделать еще одну попытку объединить усилия и путем подбирания вербальных кодов найти какой-то резонанс в том обществе, в той части россиян, у которых сегодня вечером на кухне будет много слез и много водки, у которых осталась совесть. До них достучаться, вероятно, мы можем. Мы не подобрали слова до сих пор. Мы не нарисовали слаженную четкую картину прекрасной России и будущего, какая она будет вот прям точно. Это будет так, а это будет так. Вот этим, наверное, нужно заниматься всей оппозиции, наверное, мне в том числе. Потому что иначе Запад нас не видит и не захотел увидеть никак, не в упор, никак. Ну, по факту. Ни в БК, не приняли серьезно, да, ни антивоенный комитет, ни организацию, которую Акунин сделал с Советом мудрецов, да, экономических. Вот, Путин, вообще, Запад общается только с Путиным, больше ни с кем. Вот Путин показывает, что вас других-то всех нет, общаться-то все равно будет со мной. Но, я услышала, что вы все-таки считаете нужным собраться и подумать. Да, а что мы можем сделать, используя ваши прекрасные СМИ и много других, повлиять на членов семьи Алексея, чтобы они ни в коем случае для выполнения христианских рутин не возвращались в Россию ни в коем случае. Вот, здесь я категорически против и призываю всех поддержать, если кто-то может сказать, чтобы ни дети, ни жена не возвращались ни в коем случае.